Зарплаты медикам планируют повысить в апреле. Об этом сегодня говорили на совещании у президента. В поликлиниках и больницах запустят пилотный проект, по примеру, РКБ. Там существенно выросли зарплаты врачей, медсестер и санитаров. Совещание с главами правительства Верховного совета и Минздрава. Вот задача от президента Красносельского. С 1 апреля перевести на новый формат экономических отношений всю систему здравоохранения, которая позволит нам значительно повысить денежное удовольствие всем сотрудникам системы здравоохранения. Начиная от санитарок, заканчивая, скажем так, главным врачом системы. Как бы нам не было сложно. Премьер медицины по-новому – РКБ. С прошлого года больница на пилотном проекте. Там сократили пустые койки, а их – 65. Стало меньше ставок по совместительству. Это когда сотрудник занимал несколько должностей. При этом никого не увольняли. Наоборот, за год приняли на работу почти 40 специалистов, а деньги сэкономили. Люди заинтересованы. Люди предпочитают качество основного места работы – республиканскую клиническую больницу. Значительно уменьшилось количество обращений по поводу качества оказания медицинской помощи. То есть люди понимают, что если хорошо работать, ты будешь получать недостойные деньги. В итоге медикам РКБ повысили зарплаты. Результат в цифрах. Раньше врачи получали в среднем почти 5,5 тысяч рублей. Теперь больше 8. Медсестры в месяц зарабатывали 3,5, сейчас почти 5,5. У санитарок зарплата была 2,600. Стало 4 тысячи рублей. Такой же подход хотят применить во всех больницах, поликлиниках, фапах, амбулаториях, роддомах и станциях скорой помощи. На совещании обсудили зарплаты и пенсии. Их тоже планируют повысить. Буквально вчера была мной подписана законодательная инициатива, предполагающая поднятие пенсии и пособий. Также рассматриваются вопросы поднятия зарплат работникам просвещения и социальной сферы. Конечно, сложно в данных обстоятельствах. Я уже как-то говорил неделю назад, что, наверное, мы могли бы сделать и больше для наших людей. Но тот внешний фактор, который имеет место быть, его нельзя недооценивать. Люди должны почувствовать материальный достаток, как пенсионеры, так и другие работники бюджетной сферы. Документ направят в Верховный Совет. Редактор субтитров А.Семкин